Мнение большинства к профессии учитель нужно менять. С этим уже согласно большинству. Но необходимо вместе с тем повышать и ценность педагогического труда для самих учителей. И сегодня об этом говорила общественность Барнаула. На первом открытом совещании о законе по статусу педагога и одновременно площадке для новых предложений. Самая обсуждаемая идея это двусторонняя ответственность не только для учителей, но и для родителей. В 14 лет депутатской деятельности я ни разу не давал столько интервью федеральным средствам массовой информации по какому-то из законов, которые мы принимали, сколько было звонок. Это говорит о том, что защита чести и достоинства педагогического работника – это должна быть ответственная статья, которая должна появиться. В перспективе это должно, если и не привлечь, то хотя бы не отпугнуть от сферы образования молодые кадры, которые и так в большом дефиците. Другой реальный мотив для работы в школе – финансовая поддержка. Например, Павловский район – лидер по привлечению молодых кадров в образовании. В 2019 плюс 8 учителей, в 2020 плюс 5. Муниципалитет обеспечивает педагогов так называемыми подъемными – разовыми выплатами в 120 тысяч рублей. Для края это максимальный размер подобных пособий. И это, кстати, не единственная здесь мера поддержки. И в 2020 году у нас тоже такая ноу-хау. Могу сказать о том, что было принято решение по 50 тысяч выплатить тем педагогам, которые приехали в наш район, с других регионов и с других районов. У нас выплата прошла, это было 6 человек. А для учителей с детьми предусмотрели дополнительные бонусы. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляется право на первоочередное предоставление их детям. Первое – мест в краевых и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования по месту их жительства или работы. И второе – путевок в детские оздоровительные лагеря. В этом году прозвучали и другие предложения. Так, педагог из Кулундинского района Виталий Еременко уверен, учитель должен получать, а не покупать, учебно-методический комплекс по предметам. А в педуниверситете считают, что должна разниться зарплата магистранта-студента и магистранта, который уже работает в школе. Депутаты КЗС обещали проработать все предложения, в том числе и о клятве учителей, более детально.